Нинецкий округ остро нуждается в медицинских кадрах, в первую очередь в медсёстрах и врачах. Укомплектованность кадрами всего 71%. Из-за этого многим врачам приходится совмещать ставки, например, одновременно работать и терапевтом, и неврологом. Для решения проблемы нужно увеличить привлекательность региона для медицинских кадров из других субъектов. Об этом нам подробно рассказал главный врач окружной больницы Антон Карпунов. Выучился, узнал, приехал. Врачу-биохимику Виктору Мартынову из Северодвинска после окончания университета долго искать работу не пришлось. Получив диплом, он обзвонил друзей. Те посоветовали устроиться в больницу Наринмара. Условия молодому специалисту показались привлекательными и перспективными. К тому же платят хорошо. У нас было длительное общение в течение двух месяцев с главным врачом, с начальником отдела кадров, с самой лабораторией. Какие требования предоставляются ко мне, что от меня будет требоваться, какой фронт работ. И в принципе меня все устроило, я сюда приехал. Через год в заполярную столицу Виктор привез свою семью. Теперь уезжать из Наринмара не планирует. Говорит, работа хорошая, да и природа местная полюбилась. Это чувство знакомо и Александру Берликову. Врач-невролог из деревни Андик к своим профессиональным обязанностям приступил всего несколько месяцев назад. Закончив мединститут в Петербурге, большим городом специалист не соблазнился. Александр предпочел работать в родном округе, а в своем выборе теперь совсем не жалеет. В целом нормально, зарплата тоже неплохая, по сравнению с Россией, с Ивановской областью, с той же, если там знакомые ездят. В целом все нравится. Работа кипит по 20 человек, тут по 30 и так далее. Дефицит кадров сейчас это главная головная боль медицинского учреждения. И хотя ежегодно в регион, чтобы работать, приезжают около 10 новых врачей, список вакантных должностей меньше не становится. Впрочем, проблема с медицинскими кадрами сейчас существует по всей стране. В конце прошлого года в России недосчитали 155 тысяч врачей. Их просто нет на рынке труда, уверяет Антон Карпунов. Поэтому за каждым специалистом идет настоящая охота. Выигрывает тот, кто предоставляет для работника более комфортные условия. В любом случае специалист будет выбирать там, где ему лучше будет работать, лучше будет жить, комфортнее он будет существовать. Для полноценного, молодого, грамотного специалиста немаловажный факт – это условия, в которых он работает. На каком оборудовании, в каком коллективе, на каком расходном материале, какие для этого созданы бытовые условия, оргтехника и так далее, так далее. Конечно, в некотором плане наша медицина вполне может потягаться даже со столичной. У нас самое современное оборудование. Лекарственных препаратов тоже хватает. Дело в другом – в служебном жилье. В Наринмаре его просто нет. Приезжие врачи живут в съемных квартирах. Мы внутри своего лечебного учреждения отслеживаем, сколько наших специалистов нуждается в жилье. Сейчас на очереди состоит 41 специалист, но с семьями. Есть еще один фактор, который негативно сказывается на привлекательности региона. Для медицинских работников из других субъектов страны. Как показывает практика, в большинстве случаев семьи создаются из своей среды. То есть врачи, 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 медсестра. Соответственно, если мы приглашаем такую семью, мы можем закрыть несколько своих проблем. Но при этом было бы здорово, если бы у нас была возможность устроить этого ребенка в садик. Тогда бы оба специалиста могли выходить на работу. Большие надежды врачи Ненецкой окружной больницы возлагают и на местные кадры. Ребят, которые сейчас учатся в медицинских вузах, здесь очень ждут на работу. И тех, кто после получения диплома готов вернуться в Наринмар, немало. Один из них студент Северного государственного университета Александр Кочетов. Сейчас он уже на пятом курсе, четыре лета подряд практику проходит здесь. Говорит, привыкает к будущей работе, проходя все этапы. Сначала была санитарская, то есть самая грязная работа. Потом была у меня сестринская, то есть уколы, внутривенные вливания, раздача лекарств. Не хватает в больнице и медсестер в регионе. Таких специалистов готовит только социально-гуманитарный колледж. Побысники хоть и трудоустраиваются, но этого количества все равно недостаточно. Спасает, опять же, совмещение ставок. Молодым специалистам приходится выполнять работу за двух, а то и трех человек. В связи с этим главный врач окружной больницы Антон Карпунов сейчас готовит доклад для губернатора региона на тему девицита кадров, а также конкретные предложения по решению проблемы.